Здравствуйте! Это новости Татарстана в студии Лина Зинатулина. И вот о чем сегодня расскажем. Сутки после шока. Это просто страшно. И не дай бог никому это увидеть и услышать. В Челнах продолжаются работы по разбору завалов после взрыва в пятиэтажке. Что с пострадавшими и смогут ли они вернуться себе домой, расскажет Рамин Шайдуля. Сопричастные соотечественники. Ваш родной язык татарский. Как в регионах России проходит перепись населения, узнала Лина Зинатулина. Чтобы разгрузить очереди, работать будут и в праздники, и в выходные. Эта услуга, она занимает не более 10 минут при правильном, вообще, когда у вас простая учетка, и вы пришли за подтвержденное. Как быстрее и правильнее зарегистрироваться на госуслугах, чтобы получить QR-код, и почему закрывают МФЦены Ямашева, выясняла Юлия Гоголева. Названы основные версии ЧП в набережных Челнах. Накануне вечером здесь прогремел взрыв газа. В жилом доме один человек погиб, четверо пострадали. Весь день шел разбор завалов. Сегодня следователи разрешили жителям зайти в квартиры, чтобы забрать личные вещи. Жильцов поселили в гостинице, некоторые остановились у родственников. Сейчас решается вопрос материальной поддержки пострадавших, и идет обследование дома на пригодность проживания. Какие версии выдвигает следствие, что говорят очевидцы, в репортаже Рамиль Шайдульна. На утро после страшной ночи у дома номер 20, 48-го комплекса, не прекращается работа. Спасатели продолжают разбор завалов. Мы часто ходим и с ребенком выходим. И машин много? И машин много. Это время было час пек. Ну, не могу. До сих пор трясет. Очень страшно. И людей жалко, и детей жалко. Это просто страшно. И не дай бог никому это увидеть и услышать. Это страшно. В нашем городе вдруг такое произошло. Это просто невероятно. Трохот такой был. И как раз смотрю уже телефон, и уже взрыв. Отсюда наглядно видны масштабы ночного ЧП. Разрушены три квартиры на пятом этаже, одна квартира на четвертом этаже. У других потрескали стены и полопались окна. Вот эти осколки, которыми усыпан двор, лишь малая часть того, что уже успели убрать. У меня все документы там. Валерий Иванов, отец двух сыновей, оказавшихся в больнице. Их квартира над эпицентром взрыва. И практически вся уничтожена. Хлопок и все. Глаза открываю, потало практически как бы свист на мне. Но я ходил полный рост. Все такое. Жена начала кричать, звать старшего. Я пытался как бы с коридора зайти туда, разобрать. Там шифонер этот кричал тоже. Женя, Женя. Он ответил, говорит, папа говорит, все нормально, меня просто прижало. Сейчас младший сын с матерью находятся в КДМЦ. Старший с множественными переломами транспортирован в Казань. Всем пострадавшим оказана помощь. Определяется ущерб. Сегодня будут определены меры финансовой поддержки всем пострадавшим, как в 11-м подъезде, в котором произошел взрыв, так и в соседних подъездах. А также будут установлены обстоятельства, возможно ли для проживания соседние подъезды этого дома. После чего будет принято решение о возможности обратного заселения квартиры пострадавших. До этого момента все пострадавшие будут обеспечены временным проживанием и горячим питанием. Следствие рассматривает сразу несколько версий произошедшего. Первое. Хлопок газа мог произойти из-за некачественного оказания услуг газоснабжения. Второе. Неправильная эксплуатация газового оборудования. Как сообщили спасатели, взрыв произошел в квартире на четвертом этаже. Здесь жил одинокий 70-летний пенсионер. В 2010-м он отказался от услуг газоснабжения, а в его квартире была установлена металлическая заглушка. Сам хозяин уже несколько лет на учете у нарколога из-за алкогольной зависимости, заявляют следователи. Может быть какие-то будут предметы, которые будут указывать на несанкционированные моменты, связанные с потреблением газа, потому что слишком много прошло времени, 10 лет. Мы можем предполагать, что там может быть и баллон, может быть там какое-то другое оборудование, может быть там, ну разного рода есть причины, по которым могло произойти вот это происшествие хлопок газа. Пострадавших жителей начали пускать в квартиры, чтобы забрать личные вещи. Долго находиться там небезопасно, пока неизвестно, будет ли дом пригоден для проживания. Когда я ходила со следственным комитетом, там были трещины под потолком над окнами, трещины на несущественные, и когда заходишь в комнату, трещина была от двери, подтек и еще одна трещина. Пострадали 10, 11 и 12 подъезды, которые ближе всего находились к эпицентру взрыва. Их жители размещены у родственников и в местной гостинице. Поменьше Айдуль, Нархузь Ахметов, ТНВ, Набережные Челны. Погибшая при взрыве в жилом доме в Челнах 22-летняя Адалина Загреева была сотрудницей одного из предприятий КАМАЗа. Генеральный директор Сергей Кагогин, руководство и коллектив выразили глубокие соболезнования семье. Адалина пришла работать в компанию автозапчасть КАМАЗ три года назад. Начала простым комплектовщиком. В сентябре этого года перешла на должность контролера и собиралась развиваться в новом направлении. Коллеги запомнили ее доброжелательной, веселой душой компании. КАМАЗ окажет материальную помощь семье Адалины Загреевой, а также бывшим работникам, пострадавшим при ЧП. Завтра девушку проводят в последний путь в родном городе. Исполком Челнов взял на себя расходы по организации похорон. В больницах республики сейчас находятся трое пострадавших. 11-летний мальчик переведен в детскую больницу Наберных Челнов. Его состояние стабильное, жизни ничего не угрожает. Двоих пострадавших при взрыве газа в Автограде на вертолете санавиации перевезли в Казань. 17-летний челненец в реанимации ДРКБ в тяжелом состоянии. 70-летний мужчина в РКБ. Состояние также тяжелое. Врачей сейчас консультируют ведущие специалисты из Москвы. Мы делаем все возможное, чтобы сохранить, во-первых, жизнь, и во-вторых, чтобы они не остались аналитными. Лечение у них будет долго, потому что у ребенка есть серьезные повреждения и позвоночника, и костей таза. А у взрослого, значит, сейчас отцениваем до 85% ожог поверхности. Взрыв газа в жилом доме сегодня произошел и в городе Балтийск в Калининградской области. По этим кадрам видно, в попытках спасти родители бросают детей из окон. Внизу их ловят прохожие. Почти во всем доме выбило окна и начался пожар. Предварительная версия ЧП – взрыв газового баллона. Известно об одном пострадавшем. И сегодня же хлопок газа случился в подмосковном городе Видное. Ударной волной выбило межкомнатную стену. Новый антирекорд по количеству заболевших в Татарстане. По данным оперштаба, за последние сутки диагноз ковид подтвердился еще из 176 человек. Умерли 9, 40 попали в госпитали. Больше всего заболевших в Казани, набежных Челнах и Чистополе. По стране количество заболевших на полторы тысячи меньше, чем накануне. Почти 36,5 тысяч новых случаев заражения. В Татарстане за последние сутки привились 15 276 человек. Административным делом завершился концерт популярного исполнителя Хабиба в набежных Челнах. Роспотребнадзор привлек к ответственности как организатора выступления, так и руководства концертного зала имени Сары Садыковой. Судя по видеосъемкам, зал в воскресенье был переполнен. Многие из гостей были без масок. В набережной Челненским территориальным отделом управления Роспотребнадзора по республике Татарстан 25 октября 2021 года возбуждены дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 6.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации в отношении концертного зала Сары Садыковой и организатора концерта «Меосфера». Ответственные лица приглашены для дачи объяснений и составления протоколов об административных правонарушениях. Ковид опасен не только для будущей мамы, но и для ее нерожденного ребенка, считает федеральный эксперт Росздравнадзора профессор Альбер Хасанов. Он приехал в Камский медицинский центр, чтобы проконсультировать беременных и разъяснить им, что такое вакцинация от ковид и почему она необходима женщинам в ожидании ребенка. Сегодня врачи рекомендуют сделать прививку за три месяца до планирования беременности, а уже переболевшим вакцинироваться спустя полгода. Действительно, вакцины предупреждают от инфекции. Действительно, в этом случае осложнений беременности меньше. И пока мы наблюдаем за этими детьми, мамах которых вакцинировали, и они не отличаются от здоровых детей. Если мама не вакцинировалась, эта инфекция остается дремлющей в организме матери. С момента введения в Татарстане QR-кодов число обращений в МФЦ увеличилось в три раза. И чаще всего жители просили подтвердить или же создать учетную запись на портале российских госуслуг. Напомним, она нужна, чтобы получить QR-код. До 11 октября за этой услугой в МФЦ в среднем обращались 1300 человек в день, теперь 8,5 тысяч. Об этом сегодня рассказала директора республиканского МФЦ Ленара Музафарова. По просьбе пожилых людей, QR-коды им начали распечатывать прямо в стенах МФЦ, хотя это и не входит в перечень услуг. Мы им создаем личный кабинет, подтверждаем учетную запись. То есть все мы за них делаем. И там же, ну, понятно, что если загрузятся, через какое-то время придут, и мы их распечатываем. Распечатываем во всех офисах МФЦ. Для всех бесплатно. Но я еще раз говорю, это естественно не была предусмотрена услуга. И, наверное, это большое количество идет, и расходы, и бумаги, и все. Чтобы разгрузить очереди, МФЦ работают в выходные и праздничные дни. Важная информация для казанцев. 28 октября прекращает работу один из самых посещаемых офисов МФЦ. На Ямашево, 82. Он не соответствовал нормативам по приему граждан. На замену ему 1 ноября откроется новый офис на Чистопольской, 5. Четыре дня до открытия нового филиала МФЦ на Ямашево будет работать только на выдачу документов. Из жизни ушел известный казанский краевед, журналист и блогер Лев Жоржевский. Почему его называли дедушкой краеведов и какую память он оставит о себе, считайте в интернет-газете «Реальное время». В Казани участились случаи нападения бродячих собак на людей. Они не действуют поодиночке, а сбиваются в стаи. Причем, как уверяют очевидцы, животные не чипированы. Напомним, проблеме бродячих собак в Татарстане не один год. Последний резонансный случай произошел в мае, когда стая собак напала на ребенка Васинова. Тогда Рустам Маниханов поручил усилить контроль за количеством безнадзорных животных. Одна из мер – строительство приютов для собак. Началась ли уже работа? И что еще в республике делается для того, чтобы бродячие собаки не несли угрозы, узнавал Рамиль Шайдуля. Вчера иду по этой улице и выбегает он оттуда из-под забора. Ильнур Хамадиев чудом спасся от агрессивных собак на Солдатской улице. Говорит, сначала одно животное подбежало к нему с лаем, следом второе. Начала за мной гоняться. А за ней еще кобель, еще в два раза больше ее. И вот они меня гнали, метров 50, наверное, чуть не догнали. Оказалось, здесь же это уже не первое нападение бродячих собак на людей. Женщины уже у нас покусались с девятого этажа. Когда? Неделю назад. Собачья свора ходит прямо внутри жилого сектора. Здесь дворы и дома, здесь школа. Но все, что остается людям, это не спокойно ходить по своим делам, а постоянно озираться. Боясь, что собаки нападут снова. Откуда берутся бродячие собаки у них, не знают и во дворе на улице Декабристов. Приходят со стороны. Они совершенно чужие. Как вам сказать, как стайк они сбились. На любительских кадрах видно, что это за псы. Не чипированные и находящие общий язык только со своими сородичами. Наверное, это проблема такая есть. Большая проблема. Нужно, наверное, меры принимать. Проблема для города не новая и острая. После череды резонансных нападений собак на людей в начале мая. Рустам Иниханов поручил усилить контроль за бездомными животными и построить для них межрайонные приюты. Главам городов и районов необходимо усилить контроль за количеством и поведением животных без владельца на территории муниципального образования. Наведите порядок. Все, что необходимо, значит, на уровне правительства мы готовы подключиться. Один из действующих приютов – Казанский зооцентр. Сегодня здесь содержат около 600 бездомных собак. Их сюда привозят с улиц. После громких ЧП здесь принято решение в два раза увеличить площадь для содержания животных. Сегодня здесь могут разместить 1200 четвероногих. В следующем году уже 2000. Кроме этого, более строже стал отбор собак, которые снова попадают на улицу. Если мы в том году всех животных выпускали, так как гласит в федеральном законе, то на сегодняшний день, с начала этого года, мы в город выпускаем уже только небольших собак для того, чтобы уже обезопасить горожан. Такая практика в Казани. Но в других городах и районах нет такой возможности. Есть муниципалитеты, где отсутствуют приюты. И как нам сообщили депутаты госсовета, в этом году на их строительство в бюджете на 2022 год. Средства не заложены. В трех городах планируется строить, вот скажем, зональные такие приюты. Это набережная Челны, город Нижнекамск, Альметьевск. И никому не возбраняется строить самостоятельно в муниципальных образованиях решать эту проблему. В пределах привлечь надо активных людей. Есть и люди, которые с деньгами, которые хотят помочь животным. Однако на финансирование контроля за численностью бездомных животных и их содержание в бюджете будущего года уже заложено на 12 миллионов рублей больше, чем годом ранее. На отлов собак, лечение, вакцинацию, стерилизацию и другие цели республика выделит почти 69 миллионов рублей. Сегодня в Москве Рустам Мениханов посетил офис ПАО Туполев. Управляющий директор авиахолдинга Вадим Королев рассказал об организационной структуре предприятия. Также обсудили ряд вопросов деятельности и управления. Напомним, в сентябре этого года Рустам Мениханов возглавил совет директоров ПАО Туполев. В Москве президенту Татарстана показали основные производственные корпуса предприятия, в том числе, где идет ремонт и модернизация. Рустам Мениханов посетил музей компании, оставил запись в книге почетных гостей и открыл памятную доску Михаилу Шедловскому, командующему эскадрой воздушных кораблей в Первую мировую войну. Ну давайте. Три, два, один. АПЛОДИСМЕНТЫ Рустам Мениханов наградил руководителя аппарата президента Азгата Сафарова орденом ДУСЛЭК. К этой награде он удостоен за вклад в укрепление социально-экономического потенциала нашей республики, межнационального мира и согласие с сохранением культурно-духовного наследия. Напомним, Азгат Ахметович 20 октября отметил 60-летний юбилей. Сотрудничество с государствами исламского мира для Татарстана приоритет. Об этом сегодня заявил Фарид Мухаммедшин, выступая на видеоконференции «Россия. Исламский мир. Парламентское измерение сотрудничества». Напомним, по поручению Владимира Путина Рустам Мениханов в качестве председателя координирует деятельность группы стратегического видения. Благодаря этой работе развиваются торговые отношения, растут прямые иностранные инвестиции и крепнут социально-культурные связи. Постоянный представитель России при организации исламского сотрудничества Рамазан Абдулатипов отдельно остановился на опыте республики, назвав проводимую работу одной из самых результативных. Он поблагодарил президента Татарстана Рустама Мениханова, государственного советника Ментимера Шаймиева и председателя госсовета Фариды Мухаммедшина. «Особо хочу подчеркнуть роль руководства Татарстана и Мениханова, и Шаймиева, и Мухаммедшина в развитии и поддержке исламского вектора внешней политики России. В частности, камень, который фактически стал самой убедительной и эффективной площадкой взаимодействия России с исламским миром». «Пользуясь представленной возможностью, приглашаю наших партнеров принять участие в важнейших мероприятиях 2022 года. Запланировано широкое празднование тысячестолетия принятия ислама в Волгской Булгарии, события огромного значения для всех российских мусульман». Единороссы Татарстана определились, кто заменит Татьяну Лорионову в Госсовете Республики. Напомним, на прошедших выборах она избралась депутатом Госдумы. Сегодня на заседании Президиума регионального полицовета партии решено. Ее мандат перейдет Динару Бариеву. Ему 31 год, по образованию юрист. С 2016 года руководится региональным отделением движения «Молодая гвардия». Утвердить представленную кандидатуру должен Центр избирком республики. «Единодушно была поддержана кандидатура Бареева, нашего молодогвардейца, которому рекомендовали цикл. Осознанно идем на обновление в связи с тем, что освободилось место. Я думаю, молодогвардейцы будут очень активно поддерживать своего лидера уже в качестве депутата Государственного совета шестого созыва». Продолжается всероссийская перепись населения. Татарстан вошел в десятку регионов-лидеров страны, где процесс проходит наиболее активно. 64% от общего числа прошедших перепись татарстанцев выбрали очную форму, а также переписались на стационарных участках. Очень активны наши соотечественники в регионах России. Там проживает более трех миллионов татар. Какую активность они проявляют и какой смысл вкладывают в ответы на вопросы в нашем репортаже? Переписчик Людмила Хабарова родом из татарского села Калтай в Томской области. Сегодня работает в другом татарском селе Абытай. В этом доме уже более полувека живет семья Аминовых. В 19-м году мы отпраздновали золотую свадьбу. Наши дети, дочь и сын говорят по-татарски. Внучка сначала говорила только по-русски, а потом выучила и родной татарский язык. Как признается переписчица Людмила Хабарова, она восхищена тем, как татарский народ глубоко чтит свою культуру и сохраняет язык, чувствуя себя частью большой нации. Мне очень нравится, как они это самое с гордостью так говорят. Мне даже приятно. Они спрашивают, какими языками владеете, татарским. Является ли он для вас повседневным? Да. И какой национальный ваш язык татарский? Татары – один из коренных народов Сибири. Они участвовали еще в основании Томска. В области работают несколько татарских культурных центров и школ. Как ожидают, если перепись покажет, что татар стало больше, инфраструктура для сохранения и развития культуры и традиций расширится. В Аренбургской области татары издревле составляют десятую часть населения. В самой большой деревне, татарская Каргала, проживают около четырех с половиной тысяч наших соотечественников. Они с радостью участвуют в переписи. Мы же татары. Чтобы знать, что нас стало больше и нам нужно больше школ, где будут изучать татарский язык, как раз для этого и нужна перепись. Алсу Янбулатова – победительница конкурса «Татар-КЗ», активный представитель татарской молодежной организации. Она впервые работает переписчиком. Уже обошла около двухсот домов. Люди ждут, встречаются с улыбкой, увидев на улице, приглашают зайти и к ним в дом. Желающие также могут принять участие в переписи населения через портал госуслуг или посетить стационарные пункты. Меня зовут Татар. Меня зовут Татар. Меня зовут Татар. Меня зовут Татар. У меня участок, который без переписчиков. На моем участке пять переписчиков. Все татары. Дети и внуки должны знать свой родной татарский язык и гордиться этим. По данным переписи 2010 года в Оренбургской области проживают 150 тысяч татар. По национальности татары. Переписчик Альфия Давлетова обошла более 50 домов. Она отмечает гостеприимство татар, их активное участие в переписи. Все говорят, что они татары. Даже в семье, в смешанных браках, детей указывают татарами. Я татарка и, конечно, сообщила об этом в переписи. Переписчики рассказывают жителям, увидев, как они идут по улице, сами выходят и зовут. Перепишите меня и сразу говорят, что они татары. Я татарка и, конечно, с гордостью напишу об этом. Ведь хорошо, если больше будет татар. У меня мама и все бабушки татарки. По данным переписи 2010 года в Удмуртии проживают около 100 тысяч татар. Это третий по численности народ в республике. В день переписчики обходят десятки квартир. Также в Удмуртии активно переписываются через портал госуслуг. Через портал государственных услуг это около 80 тысяч. Перепись продлится до 14 ноября. Переписчики призывают россиян быть еще активнее. Лина Зинатольевна, Елена Софиольна, Фируза, Абсалямова, Тимур Юсовбаев, ТНВ. Продолжаем нашу рубрику «Знаменитые татары». В ней мы рассказываем о выдающихся ученых, музыкантах, писателях. Сегодня речь о просветителях, известных во всем мире. Их имена на устах, их деяния вошли во все учебники истории. Их вклад неоценим, их до сих пор приводят в пример. Ими восхищаются. Каждый из них делал все, чтобы сохранить идентичность своего народа, язык и традиции. Шигабуддин Марджани Шигабуддин Марджани известный татарский просветитель, историк, богослов, этнограф и востоковед. Родился в 1818 году в Арском районе. Был имамом первой казанской мечети. Он был первым татарским историком, который изучал происхождение своего народа. Ему принадлежит знаменитая фраза «Кто же ты, если не татарин?» Именно с нее начинается стратегия развития татарского народа. В республике имя просветителя присвоено Институту истории Академии наук, издательскому дому улицам Казани, Елабу, Геальметьевска. Именем Шигабуддина Марджани названа мечеть у озера Кабан. Там же установлен бюст великому татарскому просветителю. Галимжан Боруди, ученый, педагог, богослов. Родился в 1857 году в Высокогорском районе. Был имамом белой мечети Казани. Основал мадресе Мухаммадия в честь своего отца. Сегодня это одно из ведущих мусульманских образовательных учреждений. Методики обучения, которые разработал Боруди, востребованы до сих пор. Он возглавлял журнал «Религия и нравственность». В 1920 году подарил ТССР свою библиотеку из 4000 книг. Сегодня имя Галимжана Боруди носит одна из улиц Казани. Исмаил Гаспринский, просветитель, писатель, издатель, политик. Родился в 1851 году в Бахчисарайском районе Крыма. Учился в Сарбоне. Вернувшись в Крым, был избран депутатом городской думы. Позже стал главным редактором газеты «Тарджиман». Ее читали от Крыма до Санкт-Петербурга. От Казани до Сибири, в Турции, Болгарии, Иране, Франции и даже в США. Она была единственной тюркоязычной периодической газетой в России. Гаспринский был одним из инициаторов первого всероссийского мусульманского съезда. С его именем связано развитие просветительского движения «Джидидизм» – более светский метод обучения. Он издал учебные пособия для национальных школ в Казани. В честь просветителя названа одна из улиц Старо-Татарской Слободы. Алия Хайрудинова, ТНВ. Участники автопробега под названием «В долгий путь, чтобы найти прекрасное», добрались до Уфы. Необычное музыкально-литературное путешествие из Татарстана в Башкортостан организовали татарская радиостанция «Китап» и артисты кавер-группы «Менгазов». Музыканты и ведущие радио стартовали из Казани накануне. В каждом населенном пункте, а их в маршруте в 18, они устраивают небольшое представление. В челнах артисты выступили у памятника народному поэту Габдуле Тукаю, спели песню «Уфтанмай», «Красивая, хорошая» из репертуара Элвина Грея и Гузель Уразовой. В Мензелинский автомарафон встретила Екатерина II. Таким творческим номером местный театр драмы рассказала об истории города. В Актаныша творческая встреча прошла возле памятника народной артистки Татарстана Альфии Авзаловой. Здесь спели одну из ее самых популярных песен «Акшаша Клеркебек Карьяуа». Также побывали в Ваняково на родине Ментимира Шаймиева и посетили дом-музей его отца. Сегодня утром участники автопробега уже прибыли в Башкортостан. Это кадры с парома, на котором артисты пересекали реку Белая, соединяющую Татарстан и Башкортостан. В Уфе участники пробега возложили цветы к памятнику Тукаю и спели любимые песни перед театром Нур. А на этом пока все. Всего доброго и до встречи в следующих выпусках новостей. Здравствуйте. На предстоящие сутки синоптики обещают небольшое потепление. По данным сервиса Яндекс.Погода на юго-востоке, в Бугульме, Бавлах, Ознакаево, облачная погода с прояснениями до 4 тепла. Преимущественно без осадков. Станет теплее в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге. Тут днем до плюс 6. Несмотря на повышение температуры, одевайтесь теплее, берегите себя. На севере Татарстана, в Агрызе, Менделеевске, Актаныши облачность переменная. Осадки не прогнозируются, но ветер по-прежнему порывистый. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтасе температура станет выше. Осадки не ожидаются. На юго-западе, в Болгаре, в Држаном, Буинске, также преимущественно без осадков. В этих районах температура повысится до плюс 7. Теплые воздушные массы прогреют воздух и в Альметьевске, Чистополе, Мамадыше. Вероятность осадков небольшая. В четверг температура не изменится, но по прогнозу дожди. Не забывайте зонты, а главное – хорошее настроение. Гиделикс. Капли и сироп от кашля с экстрактом листьев плюща. Можно принимать всей семьей. Гиделикс. Облегчает от кашля, не оказывает спазмолитическое действие. Сироп подходит детям с рождения, не содержит спирта и сахара. Кто это у нас соберет? Все лайки. А вот кашель не наша история. Гиделикс с натуральным экстрактом листьев плюща можно принимать даже самым маленьким. Кашля больше не боюсь. Гиделиксом я лечусь. В Казани ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью около 2 градусов выше нуля, а днем плюс 7. Ветер юго-западный, умеренный до сильного. Атмосферное давление 754 миллиметра ртудного столба, влажность воздуха 68%. Погода неустойчива и меняется ежедневно. Такие перемены негативно могут сказаться на вашем самочувствии. Берегите свое здоровье. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Хорошего настроения и оставайтесь на нашем канале.